Заключительная сессия собрания депутатов НАУ нынешнего созыва стала обширной. Окружные парламентарии постарались закрыть все оставшиеся вопросы. Несколько статей свода законов округа ввесли изменения. Но, пожалуй, главным стал проект закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Ниньского округа. Вопрос о перераспределении полномочий между муниципалами и округом назрел уже давно. Обсуждался законопроект долго и бурно. Его цель – перезагрузка системы управления в регионе, которая положит конец одной из самых главных системных ошибок – бесконечному дублированию чиновничьих функций. Управлянческая цепочка станет короче и, как следствие, принятие решений станет быстрее и эффективнее. Договорить об эффективности нашего управленческого механизма, к сожалению, не приходится. Он как раз и характеризуется своей неэффективностью за счет ненужных дублирующих другозвенев. Другие цели законопроекта – обеспечение сбалансированности бюджетных доходов и расходов на муниципальном уровне, устранение сложных и длительных процедур финансирования вопросов местного значения из окружного бюджета. Как предполагается, часть полномочий, финансирование которых осуществляется из бюджетов муниципальных образований, останется у муниципалов. Остальные перейдут на окружной уровень. Мы также уйдем от длительного согласования и выделения бюджетных средств из окружного бюджета на решение вопросов местного соуправления. К сожалению, до рассмотрения этого вопроса и доведения денег до назначения уходит по три, по четыре, а иногда по полгода. Закон нужен в целом сам. Я сегодня специально выступил, зачитал речь, часть речи, текст выступлений президента Российской Федерации, в части того, что полномочия должны, с одной стороны, должны перераспределиться, но в то же время они должны перераспределиться с толком, с чувством с расстановкой. Не так быстро, как мы это на данном этапе сделали, к сожалению. Органы власти, сами жители должны участвовать в этих процессах. Депутаты выслужили самые разные мнения. В дискуссии приняли участие и представители муниципальных образований. В итоге большинством голосов окружной закон был принят в двух чтениях. Решение принято верное. Мало того, оставлен переходный процесс сам по себе как в законе, так еще и договорной процесс не завершен. До 20 октября стороны вполне могут обсудить еще вопросы. Этот законопроект приняли. Мы его реализовываем, потому что в октябре уже нужно формировать бюджет. То есть нельзя там уже оттягивать куда-то. И все. И я думаю, люди, именно жители округа, это оценят. Оценят, что меньше станет передачных механизмов. И все займутся своими полномочиями. Депутаты сошлись во мнении, что такие полномочия, как дорожное хозяйство и строительство жилья, нужно передать от муниципальных образований округу. Вопрос вызвали лишь два из них – образование ЖКХ. Обсуждение по ним решили продлить до 20 октября. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.